Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Пиратская жизнь. Да, распаковка Василька. Пьяная распаковка Василька. Ребят, ну вот я все время смотрю на Нинку, и мне кажется, она какая-то, знаете, пьяненькая. Но если в прошлых видеороликах я это все, знаете, списывала на то, что я привыкла смотреть на скорости двойка, а включила на нормальную, то здесь вот конкретненько-таки заметно, да, что Нинка реально, она не тормозит, да, в своей речи. Вот реально видно, что красная и поребухнувшая. Вот странненько как-то, странненько. Говорят, не пьем, мы совсем не пьем. А здесь в видосе ярко видно, что Нинок поребухнувшая. Кстати, Вовчик, он тоже красный, но Нинка всегда списывает эту красноту, да, на то, что у него там давление и сахар, из-за этого он красный. Но, а Нинка тоже, получается, да, от этого же краснеет. Но больше мне почему-то кажется, что от бухлишка. Ну, веселые же ролики теперь нужны. А как же быть веселой без 100 грамм? Значит, распаковывает и говорит, да, на сколько же мы сегодня потратились, Нинка. Ну, ты вообще-то, впрочем, и не потратилась, и ни на одну копеечку не разорилась, да, потому что всё это халявное барахло, которое, насколько я уже стала более уверенно подозревать, да, что продаётся. Ну, не может же лежать у тебя колом столько барахла, а ты носишь всё одно и то же. Понятное дело, что деньги рубасить надо со всего. Говорит Нино, что в прошлый раз заказывала трусы, говорит, и все трусы разобрали. Представляете, только где разобрали? У Нинки разобрали, потому что не налезли. Или в Васильке всё поразбирали от рекламы Нинки. Все прям бегом ринулись, да, за трусами. Ну, тут немного не понять. Да, Нинка через слово ржёт, ей всё время смешно. Ну, что здесь скажешь, что здесь скажешь? Без ржачки она не может. Смех – это её, как, знаете, защитная реакция просто-напросто на всё. Некоторые, да, любят говорить какие-нибудь слова для связки. Блин, чё да как, то да сё. А это для связки слов использует ржач. Ну, говорит Вовчик, уделал постель, да, поэтому пришлось заказать новое постельное, да, по скоростному режиму. И опять светлое, и опять светлое. Нин, ну ты, блин, уже заказывала бы тёмное в конце концов. Он же всё равно у тебя так жутко потеет, и вся постель потом будет жёлтая. И не только жёлтая, и от краски ещё и чёрная. Короче, вот она, наверное, специально это делает потом, чтобы показывать, какая постель после Вовчика и какая после неё. Хотя я сомневаюсь, что после Нинки она чистая. Ну, и Нинка назвала, слушайте, постельной валютой. И я тут, знаете, поняла, что постельное таки пойдёт на продажу. И никто его застилать не будет. Всё правильно, Нина, всё правильно. Нафига всё это хоронить? Всё пойдёт в торги, точно. Уралочка закатки будет продавать, ты будешь васильком торговать, вы вместе как-то соберитесь, да, на рынке, так, усядьтесь плотненько друг к другу на стулочки, включите заодно камеры, да, и будете торговать. И просмотры будут, слушайте, и бизнес, и выручка. Во, было бы, правда, ребят, прикол. Хотя шо-то где-то уже писали, что они вовсе уже и не подруги. Ну, по сути того, и подругами они, мне кажется, не были. Уралочка, видите, она не особо с кем-то пытается дружить. У неё дружба – это за деньги, да, именно за деньги. И помните, даже Кубаночка, как на Уралочку говорила, когда говорила, что вот, типа, что они пиарятся там, то у Уралочки на канале и у Витальки с Ангелиной, просто вот такие вот скандальные блогеры, да, негодные, только и соглашаются на пиар. Так что всё понятненько, всё понятненько. Ну, и как же не похвалиться, что Нинка нежадная, нежадная, и, значит, подружкам там, друзьям и родственникам всё заказывает. Ну, а как же не заказать? Впереди же всё-таки делёжка какого-то там наследства, которое от мамы-то осталось. Ну, я думаю, что это не квартира, потому что там остался папа, но мало ли, чтобы про Вовчика с Нинкой не забыли, чтобы быть в хороших отношениях. Ну, ребят, а красный костюмец – это просто нечто. Это просто нечто. Я не знаю, как Нинка ещё напялила всё это дело на себя. Ну, блин, это просто трешняк. Ну, она не могла это всё дело не померить, потому что, ну, как же, это же всё-таки реклама. Про рекламить же надо неплохо, Василёк. За халяву надо отрабатывать. Ну, а Нинке нашей нипочём. Ну, напялила, да и напялила, потрясла жирами. И нормально она, согласно на всё, ради бабла. Поэтому я тут не удивляюсь, ну, просто не на грамм. Ну, а дальше, ребят, эпопея с трусами, которая, ну, ребят, уже никого, никого абсолютно не привлекает, потому что, ну, это дурость, дурость, то, что она бросала эти трусы на камеру, тыкала в камеру, якобы, да, типа, выставили мы трусы, ну, пока чистые. Ну, а грязные она уже выставляла. На грязные не особо там и просмотров было, потому что, ну, не интересует уже всё это зрителей. И не заманит она уже никого, ни труселями, ни лифчиками, ни грязным бельём, ни грязными наволочками. Ребят, ну, лишь только себя на посмешище выставляет, а людям уже это неинтересно. Точно так же, как и скандалы у них с Вовчиком, да, потому что это уже всё пройденный, пройденный этап и повторяющийся вновь и вновь. Будет она это всё дело снимать, скандалы, да, эти трусы, ну, всё равно не наманит она зрителей. Всё уже настолько тухло и неинтересно, что я не знаю, каким образом она сможет заинтересовать своего зрителя. А трусы, скандалы, поход в спар и даже уже эта эпопея с ногами уже совсем неинтересна. Может, поэтому она и включила вот эту вот серию, да, с правами, чтобы пообсуждали, чтобы комментов написали. Может быть, он даже и сдал, может быть, уже и права получил. Хотя нет, ребят, нет, если бы получил, вы чё, уже тысячу раз бы показали эти права в камеру и недели так две показывали бы, да. А так, ребят, ну, просто даже и обсудить нам с вами нечего. Эту тухлятину трусняковскую, да, или ноги её обсуждать синие, которые в пляс тут же идут. Ну, смысл? И, мама дорогая, ребят, 10XL, и она едва их на себя напялила. И эта дамочка будет говорить, что она весит сколько там, 112, 113 или 116? Мне кажется, там гораздо больше вес, нежели она нам втюхивает. Ну и тут, ребят, хотя бы Вовчик, слушайте, посмеялся от души с Нинки, а то постоянно она с него ржёт, да, и выставляет на посмешище. Теперь хоть он с неё поржал, да, с этого пупсеня, люпсеня. Но я скажу, мне не особо было и смешно, да, потому что, ну, это просто посмешище. Посмешище, и Нина уже этим не заманит никого. Будет она танцевать, плясать, да, в лифчике скоро, в трусах, и не заманит она никого. Лишь сама опозорится и всё. Но скажу одно. Позор ей не страшен, да, потому что ради денег она готова на всё. Я говорю, если бы YouTube не блочил, походу уже бы плясала бы в лифчике и в трусах, может, даже и в стрингах. И поэтому, что здесь, ребят, удивляться. Так что вот как-то так, даже не хочется мне и до конца рассматривать её примерку, потому что Тухляк, Тухляком одно и то же. Василёк спар. Чё у нас там ещё? Скандал, развод и жрачка. И всё по-новому, да. Напишите, мои хорошие, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну и я хочу напомнить, что это лично моё мнение. Я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения. И, как всегда, прежде чем с вами попрощаться, я желаю каждому из вас прекрасного настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания. И, конечно же, здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну а я вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok